Всем здорова, друзья! С вами Мамонт, и в этом видео вы увидите тизер Хэллоуин обновления в Стэнд оф 2 от Видлекса. И это просто кайф, ребят, это райское наслаждение, так что я желаю вам приятного просмотра. Честно вам скажу, я обожаю свою заставку, как же я наслаждаюсь, когда просматриваю, как танцует кошак. Просто, ребят, за это обязательно поставьте лайк на это видео. И не забывайте подписываться на канал прямо сейчас, потому что те, кто подпишется прямо сейчас, будут участвовать в новогодних розыгрышах. Чем раньше вы подписываетесь на мой канал, тем больше шансов у вас выиграть в будущих конкурсах на Новый год, на промокоды и на голду. Ну вот теперь точно, желаю вам... да, усаживайтесь поудобнее. Первое, что я хочу задеть, это концовочку. 06.10.2021. Первое. Это значит, что Видлэкс что-то нам готовит еще 6-го числа, поэтому рекомендую. Ссылка в описании обязательно поднаписаться на Видлэкса, потому что там будет какой-то эксклюзивчик именно от него. Ну и если вы наберете здесь 3000 лайков, обязательно сделаю обзор на его крутой эксклюзив. На самом деле я знаю, что там будет. Ооо, ребят, это просто пушка. Второе, на что я хочу обратить внимание, это карта Сакура. Ну, это все, конечно, заметили, но на ней ночь. Это значит, что это отсылочка к Хэллоуину, то есть ночь. Ночь Хэллоуин. И там видно снизу справа в углу лампу. А это значит, что вся карта будет переделана. И везде будет какой-то дополнительный свет. Лампы, тыквы и так далее. И это будет, ребят, просто пушка. Честно вам скажу, нигде лучше вы просто не увидите. Вы должны подписаться с колокольчиком, чтобы у вас было уведомление. И когда наступит 6 число, потом еще 15, ооо, лучше не буду говорить. А здесь я заметил странную наклейку. Там написано Хэллоу Видлекс. Да, ребят, это отсылочка от самого Видлекса. Он туда добавил наклейку. Блин, это гениально. Он даже добавил на фоне какие-то лампы там светят. То есть это буйки с фонарями, ребят, работающими фонарями. А здесь мы видим прошлогодние тыквы. Из режима Rampage. Ой, тыквовин. Я не помню, как он назвался. Но там дубинками нужно было отбивать головы противников и закидывать их в кольцы. И вот эти головы как раз находятся здесь, на этой коробке. Получается, Видлекс использовал в файлах игры вот эту тыковку и добавил ее в свой трейлер. Еще и в обновление добавят, но это секрет, если что. Это я вам так по секретику говорю, этого никто не знает. И вы тоже все забудьте. И посмотрите, кстати, на свечи. Они очень плохо отражают свет. Почему-то на тыкве свет квадратный. Я не знаю, почему так получилось. Возможно, какая-то ошибка при рендере. Но я думаю, такого не должно быть. Я думаю, он в следующий раз, конечно же, исправит вот эту ошибку. И в следующих каких-то нововведениях своих личных он все изменит. Как вы видите, здесь просто все шикарно работает. Все прекрасно. И на фоне видно сверчков ночных, которые светятся. И лампа. Блин, свет очень качественно сделан. Все настолько круто. Переливается тыква от зеленого до салатного белого. Просто гений. Гений. Видлэкс. Респект. Я очень горжусь такими людьми, которые не оставляют стендов, а работают до конца. Даже при том, что многие просто ливнули со станка. Многих людей дизмораль. Многие просто уходят со стендов 2. Перестают делать концепты. Нет мотивации. Никто не поощряет это. А Видлэкс старается. Ну, я пытаюсь ему помочь. Я снимаю эти обзоры, чтобы вы подписались. За качественный контент вы должны подписываться. Потому что, если вы не будете этого делать, он умрет. И никогда не будет каких-то крутых концептов, крутых составок на видео и вот тому подобные трейлеры и тизеры. Вообще никогда ничего не будет выходить. Вы все, и мы все вместе, ютуберы и подписчики, мы должны поддерживать хороших авторов, которые делают качественный контент. Я думаю, вы согласны. Напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Я как раз не дома. Я впервые, кстати, записываю видео с непривычной мне территорией. Поэтому я тут еще чаще читаю комментарии. Так что пишите свое мнение. Эти кадры просто прекрасны, ребят. Китайская вышка светится сверху. Китайский фонарь светится. Или это японский? Сорян. Плюс сверчки и дерево. Сакура, ребят, облысела, опали листья. Это гениально. И посмотрите, на ней сидит ворона. Но она очень странно смотрится, как будто не пририсованная. Либо это просто ветка. Не знаю. А нет, это все-таки вороны. Их целых три штуки. Посмотрите, справа, сверху и слева. Это классно, ребят. Если бы в стенд-оффе добавили ворон, животных, это просто будет пушечка. Я не знаю, почему разработчики до сих пор не добавили куриц, как в CSGO. Конечно, это будет плагиат, но все-таки многое. С CSGO добавили уже в стенд-офф. И что-то подобное пора уже тоже сплагиатить. Типа каких-то животных, птичек, комаров. А здесь я врубил в замедлении времени видео. И посмотрите, здесь двигается вода. Сверкает буйок, свет просто. Это класс. Респект за такую классную работу. Ну и, естественно, дата. 06.10.2021. Поделитесь этим видео с друзьями. Но это еще не все. Вы сейчас увидите эксклюзивчик. Вот прям ни у кого такого нету. Ребят, приятного просмотра. Как вы успели заметить, это, ребят, второй тизер, который он не выпустил. И здесь куча новых отсылок. О, ребят, паутина. Смотрите, на фоне есть тыквы. И это все просто гениально. Вы представьте, насколько красива вся Сакура. Автор Видлекс просто гений. Почему его не берут в разработчики? Ну, потому что он концептер. На самом деле, такое же смогут и разработчики сделать. Но, к огромному сожалению, 90% игроков просто удалят стенд-офф, так как он у них не запустится. Если добавить подобное в стенд-офф 2, движение, там, воды, анимацию ворон, как они каркают, там, движение паутины, отсвечивание, мигание свеч, ну, это слишком тяжело. Тяжело не для разработчиков, а тяжело для вас, для ваших устройств. У вас просто не потянет. И у меня тоже. У меня телефон просто остановится и скажет, ты чё, гараж, давай, пока. Нажимайте быстрее на это видео, ребят. Это очень важное видео. Смотрите его до конца. Я вам обещаю, оно полезное и вам понравится. Вы даже лайк поставите. Вот, быстро нажимай. Быстро, быстро. Быстро.